13.05 в Кире – это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня представляет Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер» Володя Дубрикина. Свет, привет! Ну что, общественная палата не получила право законодательной инициативы. На сегодняшнем пленарном заседании рассматривался этот вопрос, и ничто не предвещало такого результата, ну, по крайней мере, по обсуждению эксперта. То есть результат отрицательный? Да, законодательная инициатива, напоминаю, общественная палата существует в 18 регионах Российской Федерации, и наши секретари общественной палаты, последовательно Андрей Усенко и Дмитрий Курдюмов проводили эту идею в жизнь. Весной, в начале весны поддержал эту идею губернатор Кировской области Никиты Белых. Не так давно ее поддерживал господин Ивонин, глава нашего законодательного собрания. Ну, в общем, такие весомые, знаешь, я считаю, что такие локомотивы были, которые поддерживали эту инициативу. То есть оказалось, что не все подчинено воле губернатора Ивонина? Они не распоряжались, они поддерживали в данном случае. Но депутаты сегодня проголосовали... Да. Да. В общем, все накрылось. Не будет. И аргументация? В основном, то, что звучало раньше, это зачем законодательная инициатива общественной палаты, когда она есть у любого депутата, приходите, мол, через нас действуйте. А на такая же линия осталась и сегодня. То есть общественная палата должна в полном составе, ну, или уполномоченную, скажем так, появиться у депутата, предъявить свои хотелки. И в соответствии с этим дальше действует депутат, который входит в какую-то фракцию, комитет и так далее, и так далее. И в зависимости от решения этого комитета, фракции и так далее, и так далее, и так далее, эта инициатива законодательной палаты будет рассмотрена. То есть примерно представляя себя в общих чертах, ну, примерно представляя структуру нашей власти, я понимаю, что это только вариант. То есть в этом случае законодательная общественная палата может выходить со своими гениальными идеями до морковки на заговение. Совершенно спокойно. Но второй вариант, вот проговаривали, по-моему, это самый закономерный вопрос по отношению к общественной палате, это какого вы лезете законодательными инициативами, займитесь своим делом. Да, у меня всегда интересен вопрос, а каким делом должно заниматься, вот честно совершенно, для меня это темный лес, я не понимаю значимости общественной палаты. И каким конкретно делом, кроме там, вот Михаил Плюснин там ездит, я не знаю, по зонам, там, как-то принимает жалобы от этих заключенных, еще что-то. Какие-то разбирательства там идут. Этот фронт работы, его я примерно представляю. Ну, чем занята общественная палата еще? Вот как-то я рассуждаю с точки зрения обычного обывателя, абсолютно. Ну, я тебе расскажу за эфиром, чем занимается общественная палата, как ты знаешь, я в этом году вошла в состав общественной палаты, именно с этой целью, Володя, чтобы понять, что происходит. Происходит, нет времени сейчас об этом говорить, но тем не менее, вернемся к возможности иметь законодательную инициативу общественной палаты. Как ты считаешь, вообще должны были дать возможность такую общественную палату? Получается, что общественная палата просто стала бы еще одним депутатом, но со своим весом и именем. И без всяких посредников пыталась бы проводить свои инициативы законодательные. На первый взгляд это выглядит разумно, потому что наличие эдакого независимого, неангажированного, ни к чему не привязанного депутата, который может что-то сделать, это интересно. То есть, неожиданная фигура на шахтной доске, это всегда интересно. А с другой стороны, имеет ли общественная палата для этого какой-то потенциал? Я не понимаю, что это такое. То есть, какой потенциал? Ты считаешь, что то, чтобы общественная палата не представила свой потенциал, скорее всего, депутатов и не подвинуло то, что они дали добро людям, которые не показывают, что они могут что-то сделать? Я не понимаю, что это такое. Отношение к общественной палате, ты сейчас озвучил, что, которое складывается у тебя и, возможно, сложилось у некоторых депутатов. Я думаю, что подавляющее мущество кировчан, спросив, в чем функция общественной палаты, как ваша жизнь зависит от нее, будете ли вы поддерживать или разделять? Они даже не поймут этого вопроса. И вопрос о законодательной инициативе общественной палаты, он выглядит вот примерно, какое топливо следует использовать при подготовке по леду на морс? Все. Это очень информативный ответ. Правильно я тебя понимаю, что, скорее всего, депутаты ОЗС понятия не имеют, чем занимается общественная палата? Да, абсолютно уверен в этом. Как и большинство граждан. Как и большинство граждан. То есть общественная палата – это какой-то фантастический орган, неизвестно зачем выращенный, неизвестно, что делающий. Вот я этого не знаю. Хорошо. Тогда еще об общественной палате. Как ты, наверное, все-таки следил и слышал, в этом году последовательно, чуть не каждую неделю, особенно в мае, объявляет о том, что пополняется фонд на ремонт дорог в Кировскую область. Не далее, чем вчера, Никита Юрьевич Белых, губернатор области, заявил, что 914 миллионов рублей получит Кировская область на ремонт дорог. Ну, он съездил в Москву, выделились деньги от акцизов, выделились деньги из федерального бюджета, из регионального бюджета. Я читал прекрасный репортаж «Коммерсанте» Колесникова про то, как проходила встреча у Путина с участием Никиты Юрьевича, где основная тема была, естественно, насколько похудел Никита Юрьевич. Это в кулуарах все-таки. Да, естественно. Ну, можно только поздравить, наконец-то мы видим такие очень прекрасные завязки, то есть Никита Юрьевич похудел на 40. Похудевший человек, большего добивается? Да, он добивается большего, да. Ну, это хорошо, почему-то. Я считаю, прекрасно. Здоровый образ жизни. Потому что 941 миллион на дороге, это в любом случае прекрасно. 914. 914. Город в общей сумме получит в этом году все-таки 350 миллионов. Это несравнимо больше, чем изначальная сумма, которая была на дороге. Одновременно. Дмитрий Пурденбург. Несравнимо это сколько? Я, насколько помню, речь шла о 70-80 миллионах изначально. То есть о всем маленькой сумме. То есть 4 раза больше. Хватило бы больше на заплатки. Точно не скажу тебе, но когда мы встречались в марте, говорили о 70-80 миллионах. Ну, в 4 раза, предположим, хорошо. Одновременно Дмитрий Курдюмов, секретарь общественной палаты Кировской области, делает свое заявление, что общественная палата будет определять приоритеты в ремонте дорог, а также контролировать работу подрядчиков. Причем Никита Юрьевич их в этом поддерживает. Это все материалы вчерашнего вечера после заявлений о вот этих вливаниях в дороги. Естественно, дальше идут комментарии, что опять же, кто такие эти члены общественной палаты, что они будут сейчас контролировать дороги. И сам Никита Юрьевич тоже это комментирует. Он говорит, что в свое время Курдюмову рекомендовали, как лечить, когда он работал в администрации областной. А теперь он будет дорожникам рекомендовать, как делать дороги. То есть он, с одной стороны, поддерживает, с другой стороны, сомневается. Так вот, если общественная палата, в которой, между прочим, есть специалисты-строители тоже, входят в члены общественной палаты, и общественная палата имеет возможность привлекать экспертов, у нее есть это все в уставе. Если общественная палата не будет контролировать, если такие организации, как, например, Суть времени, или Виталий Брам, нам с тобой знакомый, не будет организовывать контроль, ну тогда кто? Хороший вопрос. Я не задумывался, Владимир, кто конкретно будет этим заниматься. В моем представлении должен существовать какой-то орган, комитет, без разницы, с какими функциями. Ну, в первую очередь, надзорными. Состоящие из кого? Хороший момент, ты меня ловишь, потому что я понимаю, что ты хочешь все-таки сделать. Ты же понимаешь, что в системе администрирования есть куча комитетов, рабочих групп и прочего, а мимо прокуратуры, которые могли бы контролировать. То есть тут, скорее всего, нужен какой-то объединенный комитет по контролю за дорожным строительством, прошу прощения, то есть который бы состоял из совершенно разных людей, из разных сфер. Не обязательно он целиком будет общественно-павацкий, не обязательно будет депутатский, не обязательно прокуратура, не обязательно администрация города. Но в целом в него должны входить люди, какая-то группа небольшая причем, которая бы смогла действительно продавить какие-либо инициативы, как-то вообще безумную ситуацию с ремонтом дорог, ну, хотя бы ввести ее более-менее в приемлемый русский. Там ни штурм космоса, там, ни европейского качества, это все не... Это бред Севыкобылы, это никому не интересно, слушай. А вот сделать так, чтобы хотя бы, не знаю, чтобы за 50% выделенных денег можно было отчитаться, вот я считаю, что если мы поставим задачу, чтобы 50% инвестиций в дорожное строительство были действительно уверенно туда направлены, и можно было доказать, что вот эти 10 сантиметров щебенки, вот эти 10 сантиметров асфальта, вот ширина дорожного полотна, вот стоимость работ, вот время их проведения, вот их условия, вот гарантия на полотну. Потому что самым, пожалуй, волнующим вопросом является не столько даже постройка дороги или ремонт ее, а является ответственность тех, кто это делал. Ответственности у них, насколько я понимаю, сейчас нет никакой. То есть она как-то существует, но в каких-то местах, для меня абсолютно не наблюдаемо для меня. Все замечательно. То есть вот у этого комитета было бы две задачи. То есть, во-первых, оптимизация все-таки бюджетного расходования, и второе – это наваживание нормального, совершенного контроля повседневного, доступного для всех граждан, независимо от пола и возраста. То есть ты заходишь в интернет, открываешь страничку, ты смотришь, и у тебя существуют контрольные замеры, у тебя существует отчетность, там, ежеквартальная, годовая, полугодовая. По этому участку, вот, человек приходит, который ремонтировал мне эту дорогу 4 года назад, и говорит, у меня гарантия на дорогу, допустим, 8 лет. Он приходит через... Ты же замахнулся. У нас гарантии годовые. Годовые? На дороге. Максимум 4 года. А в Кирове осуществуют годовые контракты с гарантиями годовыми. 4 года – это вообще потолок. Я это... 8 лет – это в Белоруссии, извини, друг, дорогой. В этой, где картошки, эти белорусские креветки, я понял, только там. Ты как-то в другой стране живешь. Слушай, я отстал от жизни, но я не представляю, что годовые дороги, на самом деле. Это бред полный. То есть они хотят сказать, что... Гарантии на ремонт, не на строительство дорог, на ремонт дорог. То есть она... Нет, они ее ремонтируют в течение года, после этого они могут этого не трогать, да? Вот ты отремонтировал в этом году год гарантии, и следующую весну он заканчивается. Это гарантийный срок. То есть судьба моя сложилась так, что мне приходится ездить по этим волшебным дорогам? Да. Ага. И я прекрасно понимаю, что... Ну, я бы уже применял к этим людям, которые строят дороги как эта форма вне судебного преследования, я не знаю, что ты делал, потому что... Сама суд? Ты знаешь, да. То есть доходит до такой степени твоих ощущений? Ну, внутренние ощущения у меня неприятные по отношению к ним, потому что я не понимаю, как... На них надо как-то воздействовать, как-то упорядочить эту сферу. Больше ничего не надо. Как-то после моей фразы насчет гарантийного срока, мне кажется, ты даже немножко опишу. Да, я несколько опишу, потому что я... Давай мы в этом состоянии тебя на полторы минуты оставим, потом вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Владимир Маматов его сегодня высказывает. И мы тут в перерыве разбирались все-таки, а каков гарантийный срок на строительство и ремонт домов? И выяснилось, что ты меня обманул. В Кировской области? Ну, не совсем так, что прямо я тебя обманула. Действительно, ямочный ремонт год. Гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия 4 года, а на основании дорожной одежды 6 лет. Вот насколько это все сохраняется, я, к сожалению, уж точно не смогу тебе сказать. Скажите мне хотя бы один результат контроля на 4-6 лет дорожное покрытие, протокольчики. Вывесите мне их куда-нибудь, чтобы они висели в доступе, что я мог проверить. Что это не фирма, а одна нефка, которая растворилась там в полях Украины, никто, не к ночи быть Украиной помянут. Это не одна нефка, это постоянные, серьезные компании, которые выполняются, обязаются, с ними заключают договор администрации, заключают договор правительства, по Кирову, по Кировской области, все прекрасно. Что там никаких суб-суб-суб подрядчиков, которые распиливают, я уверен, совершенно деньги. Их не было, что ли. И просто факт контроля. Сделайте мне как-нибудь его. В такой ситуации, которая сегодня в Кировской области, и не только в Кировской области, Нижегородцы тоже жалуются. По всей стране. Я с албом в фейсбук работаю. Владимир Владимирович уже по этому поводу высказывался. В такой ситуации, когда мы все там с затянутыми поясами, на толщину шеи, выдираем деньги для того, чтобы сделать дороги в Кирове и в Кировской области, Никита Юрьевич тоже сказал, что нужно жестко контролировать. Кроме заявлений, что должно произойти? Нет, еще раз возвращаемся к вопросу. Ну вот четко. Во-первых, надо собрать специалистов, раз, собрать в комитет. Во-вторых, после этого обсуждения нужно выработать механизм. Слушай, может китайцев пригласить? У нас будут последствия, потому что китайцы так обоснуются на этой территории. Тогда белорусов. Они же строят дороги. Белоруссия неровная. Куда мы денем наших дорожников? А, вот вопрос. Ты представляешь, это социальный вопрос. Мы же выставим на улицу кучу привычных людей. Потому что нужно быть смилосердными. Да, да, да. Потому что если люди зарабатывают, зарабатывают годами и десятилетиями зарабатываем на дорогах, и у них все хорошо. А вдруг ты им предлагаешь резко подвинуться, У них будет какое-то неприятие, я считаю. Твои прогнозы, как ты считаешь, есть перспективы того, что эти деньги будут израсходованы по назначению? Нет. И мы сможем получить все? Нет. Абсолютно нет. Окей, следующий вопрос. Напоминаю, что это особое мнение Владимира Маматова, коммерческого директора газеты «Репортер». Вятская торгово-промышленная палата разместила на сайте своем обращение к бизнесменам области. Не вступать в контакты с турецкими партнерами. Я извиняюсь. В какие контакты, и кого это касается, мужчин, женщин? А, в коммерческие исключительно. В коммерческие круги Турции пытаются возобновить отношения с индивидуальными предпринимателями и организациями региона. Для этого они приглашают бизнес на различные тематические выставки и конференции. Далее. Но эти выезды могут использоваться для провокации в отношении россиян. Применение к ним мер насильственного характера, предупреждая торгово-промышленная палата. Я прошу прощения. С каких пор торгово-промышленная палата взяла на себя функции органов безопасности? То есть, я понимаю, когда МВД или ФСБ предупреждают меня об опасности, существующей благодаря отношениям с этими людьми. Ну, я обязан, как граждане, прислушаться к этому, это государственная структура. Но когда торгово-промышленная палата, если я правильно помню, орган добровольный, правильно, выступает с заявлениями, что мне опасно куда-то туда-то ехать. У них аргументация, опять же, есть какая-то по этому вопросу. Я процитировала. А, то есть, это все. Что могут быть провокации в отношении россиян, применение к ним мер насильственного характера. Я понимаю, что у нас система права не англосаксонская, а романо-германская. То есть, прецедентного права у нас нет. Мне бы всегда в таких случаях хотелось бы видеть ссылку на пример. То есть, когда в последний раз у гражданин Российской Федерации... На какой-нибудь конференции? Да. Вдруг и вон на семинаре, как поведет Высовский, в 3.15 возле бани. Может раньше, а может позже остановиться в такси. То же самое. То есть, примерочек мне приведите, когда у людей проблемы, и я сразу вам поверю. С другой стороны, возможно, это как, знаешь, в Ростуризме, когда говорят, граждане-туристы, не выезжайте, пожалуйста, в Египет или в Турцию, там теракты. Ну вот, тут гораздо серьезнее. Почему? Потому что, насколько я понимаю, и Турция, и Египет, действительно там возможны теракты. Они из этого возможны, объективно возможны. И пример с этим несчастным самолетом, который Египет-Санкт-Петербург, ну, лично мне бы, как туристу, вполне бы хватило бы. Я бы задумывался. И это не голосовное утверждение. Может быть, просто торгово-промышленная палата не говорит напрямую, но имеет в виду, что отношение турецких, уже бизнесменов даже, турецких граждан к российским настолько ухудшилось, настолько накалилось, что уже готовы. Что они готовы, там, пустить на шашлык русских граждан, захваченных на бизнес-конференции в Турции? Я не знаю, как на какой-то американской границе объявлять. Конкретики не хватает, да? Категорически. Категорически. Я рекомендую им срочно поставить часы, блядь, на 700 вперёд. Так у них получится всё, где бы пойдёт. Особое мнение Владимира Маматова в эфире нашей радиостанции. Переходим к ещё одной городской теме. Владимир Васильевич Быков, мэр города Кирова, заявлял неоднократно, однажды это было в марте, второй раз совсем недавно на дебатах в Праймерис, чуть не сказал в честь Праймерис Единой России, что летом в нашем городе появятся платные парковки. Первую такую парковку планируют открыть на Комсомольской 40, об этом нам вчера. Комсомольская 40 это что? Это площадь железнодорожного вокзала. А, ну, да. Правда, странно, вчера почему-то... В прошлый раз говорили, что парковка... Был какой-то скандал на тему того как раз, что отменить платную парковку, её, по-моему, отменили. Вот сейчас будет внедряться на Комсомольской 40, дальше пока не ясно, но планы есть. Вопросы. Во-первых, в принципе, ты за или против введения платных парковок в Кирове? Не конкретного места, а вот в принципе. Да, в принципе, да, конечно. За. В связи с чем, ты считаешь? В связи с чем всё это резко упорядочит люди? Когда человеку предлагается тратить деньги на ту вещь, которую он раньше получал на халяву. Он начинает думать, а так ли нужна ему эта вещь? То есть, вот мне категорически необходимо здесь проговаться, сюда ехать, так вот ставить машину, да. Или же поискать что-нибудь полкилометрии и сэкономить свои деньги. Ну, грубо говоря, да. То есть, любит осмотрительно относиться к тратам собственных средств. Другой вопрос, другой вопрос. Очень интересно. Мне всегда все начинания Кировской администрации, мало-мальсика такие, связанные со змеями, ландшафта, они интересуют в плане, а как вообще у нас есть общая городостроительная какая-то концепция? Ну, как-то мы предполагаем наш город во что-то превратить, к чему-то мы движемся. Или мы вот, как говорится, туда ветер падал, сюда ветер падал, вот этот человек ушёл, вот этот человек пришёл, власть опять поменялась. И вот мы строим так кусочками, урывками, что-то делаем как-то, не додумывая до конца, ничего не доделая. Потом мы всё это оставляем и говорим, а, знаете, мы на самом деле сделали там, открыли 10 детских садов. Открыли там. 24. А я не знаю, цифры не помню. Единая Россия. Да-а-а. В буклете числится, что все садики открыты в области. Хочется тоже спеть что-нибудь патриотическое такое. Это про праймерис мы чуть попозже. Вот. Если парковки будут делаться так же, чуть не сказала, как большинство вещей, и которые делаются в плане градостроительства в Кире, лучше их не надо делать. А вот если они будут делаться с мозгами, их надо где-то найти, скорее всего, кому-то озаботиться поиском мозгов для такой задачи. Так, давай тогда, значит, поэтапно. Во-первых, где, на твой взгляд, в первую очередь должны появиться парковки? Парковки, да, платные. У тебя как потребителя же мы. Платные парковки должны появиться у торговых центров. Это самое основное. Как УЦУМа, например? УЦУ, совершенно правильно. Там есть. УЦУМа, УДЖИМОЛа, что у нас там еще? У МЭТРА. Там много мест, где их можно загнать. Во-вторых, они должны появиться в местах больших, большого скопления населения. То есть, грубо говоря, та же театральная почта. Здесь парковка должна быть однозначно платная. На привокзальной почте, не сомневаюсь. То есть, на самом деле, это надо садиться с картой, методично обдумывать, проверять стоимость, проверять пассажиропоток, продумывать оплату. Кроме отсутствия или неизвестности, которая существует вокруг генерального плана развития города, о котором ты сказал, какие тут еще могут быть подводные камни в связи с с ведениями платных парковок? Нет. Подводный камень, может быть, как всегда, только один. Это грабли. То есть, на которые они наступят, когда они введут какое-то количество парковок, без учета интересов людей, без прогнозирования, без продумывания, без всего этого. Через какое-то время люди начнут плеваться и очень сильно кидаться в эту сторону. Они начнут говорить о том, что в администрацию, что ага, вот народ немножко против. А мы же старались для народа. И начнется вот эта погоня за собственным хвостом, когда администрация объясняет, что все-таки она что-то делает. Хотя не очень. Но делает, делает, по-прежнему делает. То есть, если уж делать, так делать без всяких отступных. Ну. Ты это имеешь в виду? Я имею в виду, что доведите, пожалуйста, хотя бы одно какое-то, любое, любое джентльмены, доведите одно единственное начинание до ума. Так, чтобы на этом стуле можно было сидеть без опаски, не ожидая, что либо ножка отломится, либо гвоздь заткнется в попу, что-нибудь да произойдет. А стоит ли переживать за использование денежных средств, собранных с паркоматов муниципальных парковок? Мне, во-первых, вопрос в отношении денег очень нравится, потому что мне всегда как-то вот, когда настроение особенно есть, да, и публика нормальная, и настроение есть, и все. Мне вообще сказать, ребята, нет никаких государственных денег, нет бюджетных денег, нет никаких кривых, левых, прямых, цифры бюджета, нет трансфера. Это все исключительно деньги народа Российской Федерации, абсолютно. То есть, как и недра, земля и все остальное в этой стране по Конституции принадлежит народу Российской Федерации, так и бюджетные деньги точно принадлежат кем. В строительстве парковок не предвидится использование бюджетных средств, а вне бюджетные средства будут использованы. Вообще формулировка, мне кажется, только в нашей области существует, вне бюджетные. Потому что во всех других городах четко ясно, что вот это частные инвестиции, вот тут такой-то инвестор, тут бюджет. А у нас время вне бюджетные совершенно непонятно, что это значит все-таки. Чьи они, народные или частные? Нет. Понимаешь? Система формы собственности и система распределения денег тоже очень интересный вопрос и как бы хотелось с ними поговорить. Есть у тебя сомнения по поводу денежных средств, которые собираются паркоматами, куда они пойдут и куда они должны пойти на сути? Нет. Все деньги, все средства, то есть принадлежащие городу, если город вам участвует, должны перечисляться только и исключительно на улучшение жизни горожан. Потому что основная задача городской администрации это улучшение качества жизни Киев-Равча. Других задач ни в каком сне, ни в каком бреду, ни в каком тяжелом состоянии в городской администрации быть не может. Она может заниматься только этим. Переверемся на короткую рекламу, напоминает особое мнение Владимира Маматова. Продолжается программа «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Ну я так и знала, что кто-нибудь напишет на твою реплику, что платными должны быть парковки у торговых центров. Юрий Львович Лемензонга пишет, что пургуты несешь, что во всем мире они бесплатные. Юрий Львович, во-первых, прекрасный кулинар, я восхищаюсь его в постах в фейсбуке, во-вторых, он много ездит по миру, много. У него гораздо большее основание так утверждать. Ну вот мы с тобой тут обсудили, что может быть и да, и бесплатные, но то, что у больших торговых центров совершенно не налажено никак регулирование на этих парковочных пространствах. Основное отличие, когда мы видим красивую вещь на Западе, да, хорошую, хорошую, сделанную, десятилетиями, столетиями она сделана, давайте сделаем так же. Это относится к области сложно лечащихся вещей, потому что сначала у них было всё криво, плохо и заплату, потом у неё улучшили, потом опять улучшили, потом опять улучшили, наконец-то думали, что вот так, и через 200 лет, наконец, вырастут самые английские газоны. Что, ты нам предлагаешь тоже 200 лет идти к той же точке? Я предлагаю просто-напросто ориентироваться не на фантазии, ориентироваться на обычных, простых людей, которые вы... Я заплачу 10 рублей, я не говорю, там будут какие-то сумасшедшие деньги, я не буду платить сумасшедшие деньги за парковку Уцумы или Лжимова. Ну хорошо, там 50 или 100 рублей в час, это ещё допустимые деньги, ну для меня, по крайней мере. Хотя, между прочим, если так посчитать, то можно начать кусаться, но если при этом само парковочное место, само движение, это будет настолько хорошо организовано, что я буду понимать, я отдал свои деньги, и они приносят мне результат. Всё. Да, совершенно верно. Владимир Маматов, его особое мнение, здесь я с тобой совершенно согласна. Есть ещё одна прелестная тема, какая-то она непроходящая. Я не знаю, вот сейчас пока не видела на сайте у своих коллег, и на нашем сайте не вижу, что там с обсуждением, очередным обсуждением о переводе стрелок на час вперёд, инициатива депутата Михаила Конышева, и он подготовил поправки в федеральное законодательство, включение регионов в часовой поиск, где время на час больше московского. Ну и опять снова рассуждают. Я не помню, ты высказывался на эту тему? Не хочу. Если честно, вот так же... Ну как живётся с нашим временем, хорошо? Вот так же, как переименование Вятки в Киров, Кирова в Вятках, Лынов и ещё какой-то, так же и переход с пояса на пояс, меня они волнуют категорически. Мне это неинтересно. Я даже не готов над этим рассуждать. Тогда переходим к праймерису. Тебе праймерис интересен? Неинтересно, но я, честно говоря, люблю смеяться. Да, давай посмотрим. Это забавно, я каждый раз удивляюсь, ведь ты же участвовал в избирательных кампаниях. Был грех в моей жизни, был грешен, грешен, да. Значит, следишь, не следишь за праймерису? Ну, краем глазика, как всегда. А край твоего глазика? Какую картину тебе рисуют сейчас? Это шоу, направленное на то... Я, во-первых, праймерис, это предварительные выборы, если я правильно понимаю, вообще в партии, да? То есть где партии... Причём-то там не только члены партии «Единая Россия» участвуют в дебатах, например, но и беспартийные товарищи. А, то есть это потрясает. Например, Роман Титов, Андрей Усенко... Да, да, вот это как раз сепортаж, я по-моему, мечтал. Роман Титов, прекрасный, у него отношения, ещё раз повторюсь, в прямом эфире. Роман, надеюсь, слышит. Я верю в него, я верю, да. Но я не понимаю... То есть я понимаю, как кадровую чистку банальную. То есть мы смотрим, допустим, да, такой идеальный вариант, когда это затеяно с целью просто кадровой чистки, когда мы смотрим, кто может говорить, кто не может. Прекрасно. Вот эти могут, эти не могут, это ясно в течение пяти минут. Зачем устраивать дебаты, непонятно. Это можно куварно поговорить с каждым, если захочешь. Но это ладно. Участие беспартийных в дебатах «Единой России» означает агитационную работу, значит, два. То есть их используют? Да, конечно, конечно. Беспартийных людей, названных в том числе мною, Романа Титова и Андрея Усенко, используют «Единороссы». «Единороссы» используют Романа Титова и Андрея Усенко. Я правильно тебя поняла? Ты знаешь? В качестве агитационных плакатов практически. Да, да, прекрасно. Ну, а я думаю, что они имеют какие-то плюсы, агитационные. Но вопрос в другом, потому что на этих дебатах, участвуют в них представители других партий. Я что-то не слышал ничего. Вообще, я хочу посмотреть, вот как они соберутся вместе, допустим, коммунисты, ОДПР, СССР, ИДРО, и можно какие-нибудь еще совсем уже, там, яблоки какие-нибудь еще чем-нибудь подобрать, да, с пола. Но и вот в одной комнатке бы эти ребятишки сели и начали бы дебатировать какую-нибудь тему. И вот мне чертовски интересно послушать, а какая разница между их предвыборными программами, между их обещаниями? Как по-разному они сходят? Почему ты не сходил? Ну, не обязательно же, чтобы это были представители разных партий. Ведь внутри партийная борьба интересна. Почему ты не сходил? Внутри партийная борьба? Конечно, это же замечательно. Разве не этого мы ждали? Во-первых, ты начал с того, что «Прамерис» — это шоу. Разве не шоу ты хотел? Еще зимой, когда мы говорили на эту тему. Нет. И жаловался, что все очень скучно. Света, ну какое может быть шоу, когда пять человек одеты в одинаково приличные костюмы? А все шесть. Ну, со шесть, хорошо. Выходят, скажем, трибуном, я представляю это примерно так. Я не был там никогда, трансляции не видел, но представляю так. Выходят к трибуну, мы по очереди, спокойно. Рассказывают, заранее продуманы, одобрены. Главная тема дебатов, насколько я поняла, по отчетам в СМИ — патриотизм. Ну, во-первых, это модно, это популярно, это входит в политическую повестку и абсолютно безопасно. То есть, если ты придерживаешься правильной такой выдержанной конвы в обсуждении... Мне просто хотелось представить, как это может быть. Я патриот, а другой должен сказать в этот момент, если он... А я не патриот, а я космолит безродный. Один должен сказать, что у нас плохие дороги, а другой должен сказать, что у нас хорошие. Правда? Анекдот в том, что ты не права, потому что в противоположной точке зрения это такое строевое мышление называется еще. То есть, правое, левое, коммунисты, капиталисты, буржуа, пролетарии — это вот строевое мышление. Правое, левое, черное, белое. Такого в жизни нет. Но если говорить о патриотизме, да, там могли бы быть подняты темы, которые касаются, а чему конкретно надо призывать, а в чем человек должен видеть, где человек должен находить патриотизм, как он должен выращиваться, за счет чего, почему, какие механизмы, кто является действительно патриотом Кирова и Кировской области. К слову сказать, покажите мне человека, который патриотизм, вот я единственного, пожалуй, человека могу назвать, с моей точки зрения, приносящего, да, Кирова и Кировской области, патриотический вклад, потому что за его существование хочется уже сразу любить это место. Это свинок, тот, который космонавт. Виктор Петрович, который с успехом поддерживает одного из кандидатов, сейчас блатяющегося от партии «Единой России». Это уже другой вопрос. А что, это не связанные вещи? Какой человек баллотируется и кого-то поддерживает патриот? Я серьезно предполагаю, что у Виктора Петровича, у него, насколько я помню, со строительством этого космического центра, у него гораздо больше проблем в том, чтобы завершиться с этим строительством. А разве Виктор Петрович Северных строит космический центр? А кто у нас строит? Опять? За какие средства? Опять? Никита Юрьевич Белых, он не только похудел, он и достроил космический центр? Потрясающе. Ну вот, можно только пожевать ему все и пожать руку. Я не знаю. Я думаю, что как бы интересы Северных, они в общем-то лежат. Я не утверждаю, но я в первый раз слышу, что за средства Виктора Петровича Северных строится технический центр. Я думаю, да. Или там, вероятно, предусмотреться. Кого поддерживает Северных, это вопрос его. Это вопрос даже, но в плане того, что достойный человек, он выражает какую-то патриотическую нотку Кировской области, я абсолютно уверен. Просто вот сейчас у тебя прямой намек, что я считаю, что Северных это патриот, соответственно, если он поддерживает такого-то депутата, соответственно, тот тоже супер патриот. Ну, он пытается передать ему какую-то часть своей патриотической ауры, да. Понятно. Совершенно правильно. А голосовать пойдешь на предварительный выбор? Я не голосую. Не голосую. Дебаты все прошли, уже не увидишь. Разве что в записи. Там был очень-очень интересный сюжет, наша коллега Юлия Афанасьева поделилась вчера, она ходит, потому что ее муж Андрей Усенко участвует в дебатах. Ну, это святой муж и муж и жена Анна, да. Это очень нам полезно, потому что они рассказывают, что там происходит. Так вот, на последних дебатах Юлия приходила туда вместе, кстати говоря, с Дмитрием Курдюмом, о чем можно сделать вывод по Фейсбуку, поскольку они сделали там селфи. Селфи содержало такой комментарий. Нам запретили здесь снимать, фотографировать и делать видео, поэтому мы делаем селфи на дебатах, которые транслируются в интернете. Это что такое? Ну, это так же, как запрет фотографировать цинники в магазинах. Абсолютно незаконный и бредовый. Люди, которые стояли при входе и запрещали фотографировать, ты думаешь, они просто из головы это взяли или все-таки это распоряжение? Я думаю, это очень сложная комбинация мозговых процессов, когда одни люди понимают прекрасно, что это идет в интернет. Они прекрасно понимают, что это все транслируется, никаких проблем с этим нет. Но другие люди с какими-то административными полномочиями не понимают, что такое трансляция в интернете. И поэтому для них главное, чтобы не фотографировали и не снимали в зале. То есть к чему, почему, от чего, учитывая, что... Ты знаешь, это как в театре, когда идет спектакль. Да, 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 да. Потому что нельзя снимать? Ну, театр не транслируют в интернет. У меня как раз проблема с одной московской знакомой, когда я говорю, где у тебя выложены спектакли? Она говорит, ха-ха, ха-ха. И мне кто-то из френдов ее пишет. Ага, про такие права авторские не слыхают. Ну, это отдельная тема. Да, да, конечно. А здесь чего бояться? Нет. Не бояться? В чем здесь бояться? Это просто все политические образования в нашей стране, они мало... Могу сказать, простите меня, простите меня. Мало того, что неэффективны, но с моей точки зрения неэффективны. Ну, я ничего не могу стереть с этим. Правда матка, и неэффективны. Во-вторых, они разнородны. То есть в одной и той же банке-склянке, под названием «Мирная Россия», там варятся люди с менталитетом, там, не знаю, директоров колхоза, там, 40-х, 50-х, 60-х годов, да? И люди, которые поднялись в 90-е, люди, которые... Ну, совершенно разных социальных слоев, представления о жизни. Одна минута у нас осталась. И вот все эти люди, они одновременно пытаются соответствовать какому-то тренду, который закладывается... Который они нащупали. Все-таки они нащупали тренд, и этот тренд запретить снимать на «Професс». А последний вопрос, последний вопрос тебе. Как ты считаешь, Владимир Васильевич Быков, который баллотируется в Госдуму, пройдет? Нет. Спасибо. Это было особое мнение Владимира Маматова, коммерческого директора газеты «Репортер» Светлана Занько. До свидания.